Так, Рэйчел, вы с Алланом спите в твоей детской, а Элизу и Роберта мы разместим в гостевой комнате. Аллан, ты любишь меня? Безусловно, да. Я люблю тебя, а ты любишь меня. Глупые вопросы задаёшь. Так, а теперь возьмите и нормально объясните. Ты только не переживай, я сейчас... Сотрудничать предложила одна успешная сеть ресторанов. Мы собираемся с ними открыть совместный бизнес, а также инвестировать в проекты друг друга. По договору мы должны поженить своих старших детей для более крепкого сотрудничества и передачи наследства. То есть, вы собрались женить меня без моего согласия? У наших партнёров очень красивая и умная дочка. Я думаю, вы обязательно найдёте общий язык. Тем более, всё уже решено. Вы... Вы ужасные родители. Я завтра же покупаю билет обратно в Орлеан. На наши деньги ты учился в лучших учебных заведениях. На деньги, которые мы тебе высылаем, еженедельно ты живёшь свою никчёмную жизнь и развлекаешься. И на эти же деньги собираешься покупать билет. Благодаря своим ужасным родителям ты получаешь гарантию в счастливое будущее с прекрасной невестой и наследством. А кто сказал, что мне нужны ваши деньги? Мне были нужны любящие и понимающие родители. Но я не смогу забыть, как вы меня, беззащитного десятилетнего парнишку, отвезли в чуждый мне город и оставили на воспитание деда и бабушки. Дори, нам нужно было заниматься работой, а в Новом Орлеане была хорошая школа, ты же знаешь. Вы забыли обо мне, променяв на деньги. Думаете, я люблю вас? Чужих мне людей, которые просто отправляют цифры на карту. Смирись, сынок. В наше время всё решают бумажки и эти самые цифры на карте. Когда ты подрастёшь, ты обязательно поймёшь нас. Мы желаем тебе только лучшего. Мы желаем тебе только самого лучшего. Да вам плевать на меня. Вы лишь прогнулись под каблуком капитализма. Иди спать. На свежую голову обо всём подумаешь. Не переживай, у нас обязательно получится. Я не переживаю. Но вдруг мы не успеем завершить дело до отъезда Аллана и Рейчел. Мы два с половиной года пытаемся решить эту проблему. Дальше может быть поздно. Мы всё успеем. У нас ещё есть время. Люс, речь идёт о твоей младшей сестре. Нельзя откладывать. Гвен, мы собрали недостаточные доказательства, чтобы свести всё к суду. Поэтому и нужно чаще встречаться всей семьёй. Последние пять лет они приезжали в наш дом только на День Благодарения. И то максимум на неделю. А к нам только на Рождество. Две недели в год. Этого очень мало. Тогда устроим свадьбу в этом месяце. У них не будет смысла уезжать в Оттаву и обратно лететь сюда. Перелёт в одну сторону занимает пять часов. Им ведь хватит одних суток, чтобы улететь туда и вернуться обратно. Чёрт, ты прав. Ну ладно, может быть у нас получится их уговорить остаться. О, 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 о Субтитры сделал DimaTorzok